Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы поговорим сейчас о шестой главе книги Бытия. Шестая глава, собственно, начинается с рассказа о Ное. Несколько глав посвящены Ною и его эпохе и событиям, которые с ним происходят. И вот здесь, в начале разговора о Ное и ковчеге и потопе, сначала мы видим с вами еще одно объяснение проклятию, еще одно объяснение причин того гнева Божьего, который возгорается. Сначала когда-то на Адама, которому сказано, проклята земля за тебя. Потом на Каина и племена, так или иначе связанные с Каином, который проклят от земли за то, что пролил кровь. Ну и, соответственно, само кровопролитие тоже проклято. И вот теперь вроде бы появляются новые люди, новые племена. Это Ной и его потомки Сим, Хам и Яфет, которые снова сталкиваются с гневом Божьим, с тем, что жизнь людей недостойна одобрения, жизнь людей вызывает Божье проклятие, Божий гнев. И вот рассказывается, как, собственно, это происходит. Начинает автор с того, что вот когда люди начали умножаться на земле, им предлагает некую чрезвычайно странную для современного читателя и, наоборот, совершенно естественную для читателя древнего историю, понятную для древних, о том, что сыны людей размножили, стало много, дочери красивой девушки, да, и какие-то сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красиво брали себе в жены. Какие сыны Божьи? Кто это такие? Толкователи разнообразные, как средневековые, так и современные, потратили множество усилий и остроумия, чтобы объяснить читателю, кто это такие. Ну и по большей части сходятся во мнении, что это там те или иные духовные сущности. Кто говорит бесы, кто говорит ангелы, тут разнобой существует. Важно, что все подразумевают, что эти сыны Божьи – это некие духи. Ну, конечно, для тех, кто читает Библию полную с Евангелием вместе, ну, в «Сыны Божьи» неудачное выражение, лучше было бы найти что-нибудь другое, более понятное и не противоречащее тем, что слова «Сын Божий» означают «Евангелие». Но автор был этим совершенно не озабочен. Он работал задолго до того, как Евангелие появилось. Ну вот, использует их для обозначения чего-то. И снова, все остроумие толкователей, на самом деле, оказывается на пустом месте, потому что автор и не думает никому ничего здесь объяснять. Ему неважно, кто это такие, и он предполагает, что читатель его приблизительно поймет, и ему тоже будет не очень важно. Вот какие-то «Сыны Божьи», о которых не рассказывается, откуда они взялись, как жены Каина, как они появились в этой картине мироздания. Но автор, в отличие от разнообразных высокомудрых толкователей, которые думают или делают вид, или пытаются думать, что этот текст исчерпывающим образом описывает картину мира, нет. В отличие от этого, автор подчеркивает иногда случайными какими-то деталями, что совершенно ему не важна эта общая картина. И кучу деталей он упускает, намеренно подчеркнуть, демонстративно. Но они же не до такой степени невежественные дикари, чтобы не заметить противоречия. Да уж тем более грамотей, законники, священники, книжники в плену, которые все составляют, люди высокой культуры. И тоже, и тоже не обращают внимания на это противоречие, на эту неполноту картины мира. Вот какие-то сыны божьи, что-то такое, имеющее отношение к божественному. Теперь вот они там берут этих самых жен, дочерей человеческих себе в жены, и от этого рождаются какие-то исполины. Какие-то исполины. То ли это герои во вкусе эллинской мифологии. Хотя эллинская мифология в тот момент, когда эти рассказы формируются еще в зачаточном состоянии, в лучшем случае. Ну, примерно то же самое мы и в других ближневосточных мифах обнаружим и у египтян, и у птиоги, и Гильгамеша, и так далее, и тому подобное. Короче говоря, вот что-то такое. Полубоги. Что-нибудь в этом духе. Обычно толкователи понимают это дело именно так. Но внутри, в самом тексте, есть некое разъяснение, потому что вот автор говорит, когда это все произошло, что какие-то там сыны божьи, дочерям человеческим, что происходит? Бог говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками семи, потому что они плоть. И говорит, пусть время жизни их будет 120 лет и не больше. Не вечно духу моему быть пренебрегаемыми этими людьми. Значит, для автора центр коллизии весь с какими-то сынами божьими, какими-то исполинами и так далее, в том, что люди пренебрегают тот дар жизни, тот дар духа жизни, который исходит от Бога. Потому что дух в данном случае, конечно, очень велик соблазн понимать выражение той же самой книги бытия в точной терминологии тринитарного учения в христианской церкви. Но авторы не знали тринитарного учения и не обязаны были и без сомнения не использовали эту терминологию. Когда здесь говорится о духе, здесь говорится о том, кто или через кого, как Бог рождает жизнь. Вот тот дух, который действует, через которого Бог действует не воинством и не силой, но духом Бога живого. То дыхание жизни, которое становится образующим таким началом. Вот нечто такое, исходящее от Бога дар жизни. А вместо этого исполины, которые бьют себя пяткой в грудь, как горилла, и демонстрируют свою силу и славу. Это и сильные и издревле славные люди. Коротко говоря, для той эпохи, когда рассказ формируется, фиксируется и записывается, речь, скорее всего, практически, можно сказать, несомненно, идет о почитании языческих богов, о том, что связано с языческими культами. Вот эти вот разнообразные астарты с храмовой проституцией, процветающей как форма культа, не хочется говорить богослужения, культа в этих храмах. Там не одна астарта такая. Короче, это, в общем, не для приличных людей и не для детских лучших разговоров. Если рассказывать эти подробности, придется ставить маркировку не 18, я не знаю, 60 плюс. Но идея в том, что там что-то такое в храме очень-не очень происходит, и потом эти самые дамы, которые вокруг этих языческих храмов кучкуются, вот они там рожают. Это все снова идет в храм, эти дети вырастают в могущественных магов, которые разными там словами Авада Кедабра какую-нибудь произносят с вершины зеккурата и, значит, там вот владычествуют землями и полями. По-видимому, для древнего читателя указания на вот это вот язык, на эти языческие культы злобного, агрессивного и глубоко непристойного свойства читалось такое указание достаточно прозрачно. Вот это и есть пренебрежение тем даром жизни, который дает Бог. Какой-то такой другой путь. И вот для сюжета в целом, сюжета, посвященного Ною, Потопу и Завету, это важный отправной, так сказать, момент свидетельства о том, почему проклятие становится окончательным, почему гибель становится неизбежной. Первый раз это было некое нарушение воли Бога, второй раз в случае с Каином агрессии кровопролития, и здесь вот еще одна сторона, другой рассказ, тоже о генезисе этого проклятия, который вот в идлопоклонстве. Причем идлопоклонстве, опять-таки, они же, ну добро бы, не знаю, ходили бы в венках из лотоса и нюхали какое-нибудь благовоние безобидное, и песенки пели, нет, это идлопоклонство чрезвычайно гадкое. И дальше вот говорится о том, что увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, все мысли и помышления сердца, их были зло во всякое время. Вот таким образом автор вслед за общим ближневосточным преданием говорит о том, что извратилось, повредилось, предало Бога все человечество. Весь мир лежит во зле, весь мир лежит во зле, в том числе все те потомки Адама через Сифа, которые перечислены в предыдущей главе, то есть Каина и его племя и их проклятие уже где-то в стороне, другая генеалогия и здесь тоже развратились люди и все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Об этом мы вполне себе можем найти более или менее внятные рассказы в ближневосточном древнейшем фольклоре. Практически любая культура или любой фрагмент ближневосточной культуры будет говорить о том, что люди развратились, люди выбирают зло, помышление их зло во всякое время и от этого следуют разнообразные беды, собственно, главным образом потоп. Вероятно, как свидетельствуют палеонтологи, во времена порядка 18 плюс-минус 2 тысячи лет назад на Ближнем Востоке произошло какое-то грандиозное наводнение, которое покрыло значительную территорию, многие люди погибли, ну, как это бывает, при очень крупных наводнениях. И память об этом сохранилась очень надолго. И сформировался сюжет о том, что люди совершают грехи, развратились, зло во всякое время помышлений сердце их, и гибнет все это человечество в грандиозном потопе. Для того, чтобы, собственно, эту мысль донести до читателя, совершенно не требуются, впрочем, никакие реальные события, даже если не пользоваться в качестве отправной точки вот этим там древним наводнением, следы которого обнаруживаются в осадочных породах и в отложениях. Даже если вы и вовсе на самом деле не было такого, такой отправной точки природной, для автора это совершенно неважно. Вот, он берет всем знакомое предание, всем знакомое предание. Это значит, что во всей культуре Ближнего Востока соседи, живущие рядом, контактирующие друг с другом, относящиеся к разным культурам, вполне могут сказать один другому смотри, вот ты так себя плохо ведешь, утонешь как при потопе. И человек за забором, происходящий из другого этноса, говорящий может быть даже на другом языке, понимает, что ну да, речь идет о потопе, который уничтожил людей за то, что помышление их зло во всякое время совершенно межкультурная вещь выражается в этом самом потопе общий троп культуры. Вот причина этого злодеяния, ну да, этого бедствия в том, что помышления людей, помышления сердца их были зло во всякое время, что вот люди стремятся к злу. Заметьте, что тоже в картине, о которой говорит автор, не нашлось места и повода поговорить о развлечении добра и зла, кроме того, что Адам и Ева съели плод с дерева познания добра и зла. которые, впрочем, не столько, наверное, развлечения, сколько власть. Нет разговора о том, каким образом это самое зло люди выбирают, что конкретно имеется в виду. Вот тоже общее место, термин, который всем более или менее интуитивно понятен. И говорится здесь о том, что бедствие стало результатом того, как люди живут. Как люди живут, помышления сердца и зло во всякое время. Кроме этого, автор говорит о том, как вышло, что бедствие вот именно такое и приходит на людей. Он говорит, раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. Ну, конечно, автор был не в курсе позднейших, особенно средневековых идей, да, кстати, до христианских в библийской культуре тоже идей о том, что там Бог не человек, чтобы раскаиваться, Бог не жалеет о том, что он сделал. Ну, так, дальше будет написано, да, а кто-то будет говорить, что Бог вообще не способен и лишен подобного рода чувств и бесстрастен, акибудхисатва сидит, как такая костяная скульптура в полном безучастии, да, нет, тот, кто составляет этот рассказ, не руководствует с этим позднейшими взглядами, для него Бог живой, и для него совершенно естественно сказать, что вот Бог увидел не тот результат, не то, что он ожидал и пожалел о том, что создал человека. Больше того, тут под раздачу попадает не только человек, потому что удивительное совершенно, смотрите, 7 стих, и сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц истреблю. По-видимому, в мозгах авторов, картине мира автора, вот это вот все, люди, звери, скоты, птицы, небесные, все это некоторая одна, так сказать, группа, которая связана с людьми, несет за людей ответственность, и страдает от ошибок, и грехов, и злобы людей. Вот такая немного странная для читателя парадигма, потому что мы все-таки привыкли рассказывать о том, как мы сильно отличаемся от животных, что вот там шимпанзе может выстроить цепочку логическую из двух, трех элементов, а мы там целых семь, мы ого-го, там еще что-нибудь, какую-нибудь возвышенность можно придумать, хотя на самом деле все, что мы выделяем самих себе, все можно найти у приматов тоже, но дело в том, что это очень новый взгляд на вещи, идущий максимум от раннего наверное средневековья, и присущий скорее христианской культуре, что вот весь этот мир, вся тварь, которая, как апостол Павел выражается, стена эта мучается, ожидая откровения славы сынов божьих, а вот люди, они не такие, а здесь не так, здесь вот это вот все живущее на земле, на поверхности земли, все существа, люди, скоты, вот это все разнородное полчища, воинство, вот они все так или иначе вместе, поэтому выражается автор так, что Господь говорит, истреблю людей, то есть прям всех от людей до скота, вот оказывается это одно и то же в каком-то смысле, ну вот, потому что Бог раскаял все, что создал их. в самом ли деле автор хочет рассказать о том, какие эмоции присутствуют в сердце Бога, ну нет, конечно, нет, конечно, уж по крайней мере редакторы и составители, а скорее всего и автор, были людьми в каком-то смысле религиозно целомудренными, поэтому рассказывать, как Бог устроен и что Бог там переживает, это было у них не принято. Скорее речь идет о некоторой причине бедствия, о несоответствии, ну и несоответствии между замыслом и тем, что реально получилось в человеческом мире, ну и вот поэтому автор антропоморфизирует Бога, то есть рассказывает о нем, рисует его поэтически таким, который вот похож на людей, на людей и вот у людей это вызвало бы сожаление, зачем я это сотворил, ну вот он так про Бога говорит, потому происходит это самое бедствие, но что также чрезвычайно важно, в этом же рассказе мы видим, как появляется идея избрания, Ной обрел благодать пред очами Бога, ну и дальше там говорится о том, что Ной праведник, и дети и дети его пока хорошие, хотя дальше там от хама не только народы многочисленные, но и хамство произойдет и так далее, пока вот Ной весь такой положительный, да, и он обрел благодать пред очами Господа Бога. не говорится о том, в чем она заключается, чем обрел Ной благодать, то есть по характеру, по структуре рассказа можно предположить, что Ной там не имеет отношения к тому агрессивному и кровавому идлопоклонству, которое собственно в начале главы и упоминается как причина бедствия, но это будет тоже в общем домысел, Ной просто другой, вот он обрел благодать. И в преддверии катастрофы, которая приходит на мир из-за вот этого злобного и агрессивного язычества идлопоклонства, в преддверии катастрофы поскольку Ной обрел благодать, вот Бог к нему обращается и говорит сделай ковчег. То есть если ты это читаешь непредвзятым образом, да, то современный читатель скорее всего увидит увидит здесь картину, в которой Бог обращается к человеку, к Ною и говорит посреди твоего садового товарищества на своих шестисотках строй, пожалуйста, корабль. до ближайшего водоема, хотя бы прудика маленького, тем более до моря, десятки километров или сотни, да, ну, конечно, никто из нас на такие вещи не ведется, оно и ведется, но и слушается Бога. Вот, собственно, еще один важнейший элемент коммуникативного намерения автора спасается Ной потому, что он послушался Бога. Вот это и есть обрел благодать, это и есть разница, да, потому что вот эти все люди, которые рождают исполинов и все вот это вот колдовство магии и глупоклонства, а вот Ной, которому Бог сказал, странную вещь, странную, неожиданную, а он послушался и делает так, как Бог велел, послушался Бога и не прогадал. Вот, собственно, рассказ, да, получается такой, Бог говорит ему, я с тобой поставлю завет Мохи и Ной полагается на эту информацию, на то, что Бог действительно говорит правду и что он наведет потоп, чтобы истребить всякую плоть, вот, ною он предлагает некий выход. Конечно, для дальнейшего разговора чрезвычайно важно понятие завета, который мы здесь встречаем. И очень может быть, что на самом деле оно-то и составляло главное в коммуникативном намерении автора, автора, который рисует картину мирового зла, за которое следует катастрофа, водные потопы, гибель человечества, пропитанного этим злом. Вот Ноя, который посреди всего этого не предал Бога, способен его послушать, довериться. Вот такая вот картина. И Бог ему говорит, мы с тобой заключим договор, мы с тобой заключим завет. Как заключают владыки Древнего Востока завет с покоренными племенами, где есть воля владыки, жизнь ваша покоренного народа должно быть устроено так, так, так и так. Есть обещание его, и я за это не буду там сгонять вас с лица вашей земли или грабить или что-нибудь еще. И есть некий знак, какую-нибудь тесаную гигантскую стелу, обелиск с надписями ставят властелин. Вот такой договор, который включает данный конкретный этнос в сферу влияния, в сферу власти соответствующего царя. Договор неравноправный, но в то же время вполне обязывающий для обеих сторон. Ну и вот таким договором вообще говоря является Синайский Завет, который Бог заключает с израильтянами через Моисея. К нему, к этому моменту направлено все повествование. И вот здесь мы впервые видим, когда Бог обещает такой договор. С тобой я поставлю Завет. Про что будет Завет еще не говорится. Это тема следующих глав. Пока Бог говорит ты войдешь сам, возьми сынов, жен и всяких животных от всякой плоти по паре, чтобы они оставались с тобой. Птиц по роду их скотов здесь пока еще не говорится ни о каком разделении на чистых, нечистых, просто вот всякой, каждой твари по паре. И возьми пищи и войди в ковчег. Иной собственно как повелел ему Господь Бог, так и сделал.